Уважаемые телезрители, в эфире рубрика «Будет вкусно» и прямо сейчас мы докажем, что жареная картошка бывает необыкновенной, потому что сейчас ее рецепт нам расскажет супер-мега-повар Сережа! Я надеюсь, покажет, да? Доброе утро! Да, я вам покажу и расскажу. Доброе утро, уважаемые телезрители! Доброе утро, Елизавета! Мы сегодня с вами приготовим, опять же, французское блюдо. Мы приготовим картофель черри по-французски. Нам для этого понадобится свинина. Мы взяли корейку, сыр твердый, маринованные грибочки, маринованные опята, шампиньоны свежие, лук, помидоры и мелкий картофель со шкурой. Молоденький. Промытый, да. Тщательно промытый, так я понимаю, мы будем прям со шкуркой уважать. Да, мы прям со шкуркой будем уважать. Тщательно промываем, друзья. Все, начинаем. Я начинаю резать картофель напополам, да? Да, мы режем его напополам. Я этим временем нарежу в первую очередь грибы. Так, и что еще вы будете резать? И лук. И лук. Или лук оставить вам? Нет. Лук режете в этой рубрике вы, Сережа. Так, Сереженька, я уже вот последнюю картошечку дорезаю. Я тоже дорезал наш лук. Так, у нас процесс сейчас идет такой. Вы дорезаете последнюю картошку. Да. Мы берем в сковородочку, наливаем масло. Уже накалилась она. Закидываем в сковородочку картошечку. Картошечку. Потом закидываем что? Лучок. Потом закидываем грибочки. Все это подсаливаем, подперчиваем. Да, а пока все это жарится, мы нарезаем свинину. Да, мы нарезаем свинину и отбиваем их. Так. Мы практически закончили, правда, Елизавета? Конечно, Сереженька. Мы готовы к следующему процессу? Мы готовы, повар. Мы берем лист для запекания. Немножечко смазываем его маслицем. Ну, это противень. Это противень, да. Противень, лист для запекания. Так, смазываем его подсолнечным маслом. Да, подсолнечным маслом. Выкладываем? Выкладываем наше мясо. Ооо. То есть сначала выкладываем две штучки. Немножко подсолим наше мясо. Немножко можно подперчить. И немножечко смазываем майонезом. Теперь мы берем нашу картошечку с луками и грибами. И выкладываем сверху на мясо? Выкладываем сверху на мясо. Сверху мы немножечко сыра. Прям буквально немножко. Картошку с грибами можно уже кушать со сковородки. Выкладываем сюда помидорки. У нас уже как бы в принципе одно блюдо, но мы его усложнили. Да. И, так сказать, насытили свининой. Получится очень вкусно. Помидоры. Ой, 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 ой. И накрываем сверху. Выкладываем еще сыр. А он не подгорит? Нет, не подгорит. У нас картошка почти готова. Свинина очень быстро готовится. И мы отправляем наше мясо на 20 минут при разогретой духовке до 180 градусов. Вы тоже теряете местоимение, да? Мы отправляем на 20 минут в жарочный шкаф. Скорее, Сергей. Поехали. Поехали. Такси! Уважаемые телезрители, мясо по-французски уже готово. Оно зажарилось. Сергей, я так рада вас видеть, как никогда, вы знаете. Да, действительно у нас поджарилось. Красивенькое, румяненькое получилось блюдо у нас. Выкладываем скорее на тарелочку. Да, мы выкладываем ее на тарелочку, выложим кусочек зелени. Вот такое у нас блюдо получилось. Необычное. Новое, можно сказать. Безумно ароматное, уж поверьте. И оно действительно будет вкусным. Обязательно приготовьте это блюдо у себя на кухне. Вы порадуете друзей своих родных. Ну, а сейчас мы вам желаем приятного аппетита, если вы завтракаете. И замечательного вам доброго дня. Спасибо, Сережа. На здоровье, Елизавета. Я просто, я хочу вам. Спасибо. 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 Спасибо.